...которые здесь обсуждались. Вы представьте, пожалуйста, да? Владимир Самоплавов, лаборатория информационного моделирования, Санкт-Петербург. А вы вопросы зададите или выскажитесь на темы? Если можно, выскажитесь, потому что... На темы рекламы? Да, у меня шернется тоже выйти в 2 часа. Хорошо. Значит, была обозначена тема, как технология, так, помилуй, банковский сектор. Но сейчас три популярных термина, финтех, блокчейн, скриптовалюты. Что можно про них сказать? Финтех очень интересная, активная сфера, где много забавных таких проектов. Но надо правильно понимать, что, видимо, большая часть из них, да, это инструменты переманивания клиентов от одного банка к другому. То есть это игра с нулевой суммой. И, с одной стороны, это интересно, много успешных проектов, да, но, значит, системные эффекты от этого очень-очень ограничены. Ну, блокчейн – это особая тема. Значит, я бы характеризовал его, как птичий грипп банковской системы. Значит, вот это ажиотажное отношение приведет к огромной потере времени и ресурсов. Значит, блокчейн адекватен, можно сказать, гениален для той задачи, которую он решает. Да, это поддержание нерегулируемых инициативных криптовалют. Больше ни для чего. Вот. Сошлись на Виталия Кобутерина. Он, как раз, сказал, сложно связать вход на блокчейн с реальным миром. Вот. Только что опубликован список СК-34 провалившихся проектов на блокчейне. Вот. И нужно к нему, конечно, относиться более объективно. Криптовалюты. Криптовалюты – очень привлекательный механизм, привлекательный своим динамитом. Ну, понятно, что они несут и серьезные опасности. И вопрос вот к Центральному банку. Что мешает придать такую же динамику рубля? Вот. Ущербность рубля в том, что сегодня не существует форма вне банковского хранения безнадежных рублей. Ну, может быть, не вне банковского, а вне коммерческого. То есть вся экономика вынуждена, значит, отдавать деньги коммерческим структурам. Значит, а коммерция всегда связана с риском и мошенничеством. И не существует способа вот надежного хранения. Кажется, что способ этот сделать достаточно легко. Если либо организовать структуру типа сейф банка, да, когда банк хранит деньги, и клиент оплачивает ему все его затраты. Либо введением забалансовых или казначейских, можно назвать, счетов в обычных банках. Когда эти деньги защищены от мошенничества или ошибок банка. Если банк банкротится, то клиент получает эти деньги в собственно весь цитат. Они хранятся в таком-то цене. Спасибо. Извините, пожалуйста, мы дадим возможность ответить. Просто вы достаточно много сформулировали вопросов. Я, фактически, закончу. Давайте начнем я со второго. Зачем нужен блокчейн? Знаете, я пришел к этому замечанию, что в детстве, как и большинство здесь, в принципе, лица Львовского считали идиотом, местным сумасшедшим, который поставил про ракеты, которые будут летят. За ним бегали дети и бросали в него металлические банки. Говорят, какие ракеты? Говорят, лошадей в городе не хватает. Возможно, все разговоры о блокчейне действительно есть определенная степень утопии, в которую есть определенное количество людей, которые верят. Действительно, есть коммерческие реализации, связанные с криптовалютами, есть некоммерческие реализации. Коммерчески успешных практически нет. Но это тот бульон, в котором люди ищут. Возможно, найдут, возможно, нет. То есть, определенную степень скепсиса мы сами заложили в определение блокчейнера. Спасибо, что вы добавили скепсиса, но, так сказать, отказываться от изучения. То есть, это, скажите, не основание для того, чтобы отказываться от изучения. Первый, кто... Основной стимул, почему все сбились в кучу, не следует только по всему миру, потому что первый, кто сделает коммерчески удачную модель, съест половину рынка, и боязнь потерь рынка толкает всех в это изучение. А так, уровень с уровнем скепсиса, ну, тут можно часа четыре провести и закапывать эту технологию, я подошу даже больше фактов, которые позволят ее еще лучше, так сказать, подзакопать. Но можно и на этом сфокусироваться, в принципе. Каждый, кто развивает его, вкладывается в эту технологию, оценивает уровень своих вложений, уровень своего риска, уровень своего понимания того, как будет это развиваться. В какой-то мере ваш тезис подтверждаю, но еще раз скажу, в какой-то мере. Вопрос про игру с нулевой суммой. В принципе, все, что происходит на рынке, за исключением роста рынка в целом, это игра с нулевой суммой. То есть, как мир длин, да, то есть, можно ничем не заниматься. Вся коммерческая деятельность и некоммерческая, которая есть, направлена на удовлетворение определенных потребительских желаний. Можно почитать определенные книги по макроэкономике и сейчас тудаиться в эту тему. Но, в принципе, на ваш тезис, игра с нулевой суммой, в определенной мере, да, при условии, что нет общего роста экономики. Тогда, в принципе, да, это всего лишь вопрос перераспределения. И все, что придумывается, это вопрос, кому перераспределиться больше. Ну да, это тезис, он лежит в основе, в принципе, и политической экономии. Как сказать, открываем «Карл Макс», капитал, так сказать, все написано давно до нас. Можно дело так же подискутировать, если выкинуть из этого «а» развитие, а второй, собственно, от тех интересных интересов, которые движут игроками. Рыбка, с одной, с точки зрения того, чтобы перераспределить эти потоки в свою сторону, чтобы заработать. С другой точки зрения, в рамках этого, до пользы, которое ведет общество, ввиду того, что в рамках своей вот этой конкурентной борьбы, создаются те уровни сервиса, которые удовлетворяют эти потребности на более-менее уровень. Тут все по учебнику. Сложно что-то добавить, что добавить. Все правильно подчеркнули, но не причина останавливаться. По поводу цифровой валюты чешется язык прокомментировать. На текущей неделе не могу. Банк России не комментирует в течение недели ничего, что связано с уровнем подскурсом. Почему? Сможете прочитать. Не можем. В течение недели не можем. В понедельник приходите, отвечу на все, что касается. Незакрытая тема. С радостью подискутирую. Спасибо большое, Вадим. Я бы хотел, может быть, даже в продолжении этих вопросов, узнать, а вообще финансовые технологии, они направлены на повышение устойчивости банковской системы? Или, возможно, они являются какими-то драйверами роста, о которых все говорят? Что будет двигать экономику России? Может быть, в том числе и финансовые технологии будут в этом поучаствовать? То есть, здесь два вопроса повышает ли они системные риски, устойчивость, и второй стороны ускоряют ли они при этом рост? И да, и нет. В чем да, в чем нет. В чем да, скорость обращения денег. Скорость обращения денег в рамках такой, как сказать, эпохи цифризации, в которой мы сейчас пребываем. Люди забывают, как выглядят деньги, все больше безнабы и так далее. Скорость обращения денег в существенно возвращается, возрастает. То есть, когда мы войдем в понятие 1, 2, то есть, чем выше скорость обращения и больше безналичных денег, эти агрегаты начинают, что называется, сближаться. То есть, если посмотрим на их размеры, лет 10 назад и сейчас, то мы увидим этот тенденц. Какие вопросы денежно-предитной политики? Интересно порассуждать, как специфические дискуссии. Если интересно, продолжим, но не уверен. С точки зрения, в этой связи учитывая скорость обращения существенно возрастает. Я помню ряд примеров приведу. В ноябре 2014 года в одну ночь в одном коммерческом банке открытая эволюция оппозиции за ночь существенным образом была нарушена. Просто ночью физики все одновременно скоммунировали фактически. В частной части, которая была. В обычной жизни это было сложно себе представить. Я должен был прийти, оставить заявление. Ваша компетентация в режиме реального времени, учитывая, что за спиной торги на бирже, то есть банк удержал позицию. Лимиты, которые банк наставил в привычной обороте, не сработали. То есть определенные движения и скорость проведения операции в режиме, в моменте времени, она существенно возросла. Существенно возросла. То есть количество переводов и действий, которые может совершить даже, скажем так, неорганизованная группа лиц в рамках свободного доступа к сервисам в режиме 24 на 7, это тот уровень рисков, который банки теперь должны принимать и уметь управлять не в таком же режиме. То есть не в режиме «я в 6 вечера я неделю закрыл, в 10 открыл, жизнь началась». То, что он закрывает и то, что он открывает, может оказаться в два разных вера, поэтому во многих банках сидят люди, которые всю ночь мониторить эту ситуацию не как раньше, только с точки зрения УТЭЛ, чтобы сервер не упал, а с точки зрения того, как меняются показатели, какие операции совершаются, чтобы уровень ликвидности, который будет утром в разных валютах и по разным инструментам был коррект.